Привет моим подписчикам, привет случайно заглянувши. У нас давно, очень давно не было Q&A секции и очень много вопросов, которые ко мне приходят в Инстаграм, я на них в сторис отвечаю и они исчезают. И они повторяются, поэтому я решила, что соберу в Инстаграмчике ваши вопросы. Вопросов в этот раз много, они объёмные. Вот сколько я сегодня в одно видео, чтобы это было не бесконечное время просмотра, смогу, только вот я уложу, начиная с первого. И надеюсь, что я не потеряю какие-то вопросы, которые приходили в личку. Если что, тоже их дублируйте. Я думаю, что мы ещё раз будем обязательно собирать тоже такие вопросы, чтобы можно было записать видеоответ. Юлия, добрый день. Видела в сторис, что вы в поисках ухода за волосами. Хотела бы видео про уход за волосами. Интересно узнать, почему вы в поисках, ведь ранее были любимчики. И на что вы рекомендуете обратить внимание средств для волос? Во-первых, большой вопрос к вам. Хотите ли вы тоже видео про уход за волосами? Я не уверена, что это такая очень интересная, большая тема. В одном из видео не очень давно я показывала, как делаю локоны. И вот там немножко говорила об уходе за волосами. Мои all-time favorites, они никуда не делись. Я очень люблю и Кристофа Робина всё ещё, и Пола Митчелла. Кондиционер Рауа. Ну, я об этих вещах тоже частенько рассказываю в покупках в пустых банках. Они у меня мелькают. Просто всегда хочется чего-то нового. Тот же бренд Ти Джи. Я попробовала в какой-то момент, ну, столько средств. Была в таком восторге от них, что уже просто захотелось отдохнуть и двигаться куда-то дальше. Даже средства от ЛАЖ очень многие для волос я опробовала. И тоже хочется чего-то нового. Поэтому всё время в поисках. Смотрите обзоры на коробочку к фантастике января, когда я до него доберусь. Думаю, что довольно скоро. Вот там неплохой, кстати, шампунь. И новый шампунь от Кристофа Робина. И мист отличный. И, в общем, я жду ваше мнение по поводу средств для волос. Интересно, что показать, как рассказать. Просто я не уверена, что смогу без ваших вопросов понять, о чём рассказать. Пойдёмте дальше. Добрый день. Интересует тему ухода за телом. У меня есть видео. Оно не очень новое. Но там по информации я не особо как-то сильно поменялся. Потому что есть кислоты для тела, которые я советую использовать. Недавно мы с вами говорили о том, что можно кислоты вместо дезодоранта использовать. Но мы помним, что дезодорант – это не антиперспирант. Дезодорант убирает запах. И что кислоты могут действительно понизить уровень кислотности в ваших подмышек. И аромата будет меньше. По поводу ухода за телом тоже, наверное, я хочу каких-то отдельных вопросов. Потому что в целом он не поменялся. Вот то видео, которое было, вот всё то же самое я использую, включая щётки и кремы какие-то. Юля, скажите, видите ли вы в уходе какую-то принципиальную разницу между тонером и тоником? В плане эффекта и в плане времени применения. И вот тут что девушка выяснила, что тоники могут быть там с эксфолиацией. Но тоник же тоже вроде как про очищение. Зачем тогда после двойного очищения и как быть с тониками с витамином С? В деле хочу сказать вам спасибо. До того, как стала смотреть ваше видео, вопросов была просто куча. И сейчас всё более-менее на свои места состояние кожи начинает наконец-то радовать. Спасибо вам большое за обратную связь. Меня всегда радуют такие сообщения, когда именно вас начинает радовать ваша кожа. И когда вы в чём-то разобрались, я просто, м-м, моя маленькая победа. Итак, разница между тоником и тонером, мы как-то это обсуждали, она в названии. И проблема здесь в том, что разные производители под тоником и тонером подразумевают разные вещи. То есть у кого-то тонер – это уже такая эссенция немножко. То есть в одном бренде это будет называться тонер, а в другом бренде вот то же самое по консистенции, ну и плюс-минус там по ингредиентам будет называться эссенция. Где-то такая водичка, как сыворотка-эссенция, будет называться ампула. И эта ампула – это то, что идёт уже после миста и после тоника. То есть вот этот тоник, потом ещё одна жидкая эссенция-сывороточка. Ну дальше вы сверху можете опять сыворотку нанести. Здесь проблема именно в том, что, ну и производители не могут между собой договориться, как это называть. И нам сложно понять, что это такое. По тоникам я прежде всего всегда понимаю водичку, вот эту концентрацию воды. Тонер – это может быть тоже вода, но это может быть уже что-то похожее на эссенцию. Поэтому вы не заморачивайтесь на названии, вы постарайтесь посмотреть, как это выглядит в бутылке. То есть это вода, либо у кого-то там в обзоре. В самих магазинах часто вот эту капельку показывают, какая она прозрачная, она жидкая, или может быть она ближе уже там к эссенции какой-то сывороточке. И только из этого делайте вывод. Как использовать, зависит от конкретного средства. Отшелушивание – это определённый этап. То есть если тоник у нас с кислотами, мы наносим его до, а потом уже мы наносим все остальные эссенции. Если у нас есть тоник обычный увлажняющий и есть тоник отшелушивающий, то после умывания я бы сначала нанесла обычный тоник, просто убрала все остатки после умывания, что там могло остаться, а потом уже не нанесла отшелушивание. Так вот я обычно делаю, потому что отшелушивание отдельный у меня этап. Не заморачивайтесь с названием, в общем, пробуйте всегда и смотрите, как оно на самом деле. Здравствуйте, как вам ретинол Питер Томас Рот? Я его сейчас использую. И, кстати, человек 4 или 5 спросили, потому что я показала его в своей рутине. Это одно из тех средств, которые я тестирую. Это средство для меня новое, и это будет в отдельном видео. Первое впечатление положительное, но там есть некоторые нюансы, что это такое немножко масла. В общем, я советую, если вы, правда, хотите нормальное мнение, а не просто хорошее, плохое, дождитесь, пожалуйста, видео, потому что у этих средств есть нюансы. Вот именно по форме, когда наносите, сколько, какой кожи больше подойдет. Вы можете видеть, что это такое вот маслица, которое вот так-то впитывается, и вам это не понравится. Это не значит, что формула плохая. Но вам тоже должно быть комфортно использовать это средство. Юлия, какие средства по уходу за лицом вы считаете и считаете ли достойными у Ифраше? Заранее спасибо. Я не так хорошо знакома с уходом для лица у Ифраше. Я считаю, что у Ифраше очень классный уход за телом. Вот приезжаешь куда-то, ты, допустим, не имеешь возможности бегать по городу, нет времени, и можно зайти в Ифраше, купить те же средства антицеллюлитные какие-то. Они не работают, мы это с вами знаем, что втирание крема просто само по себе не работает, но они достойные, они нормально себя проявляют. Те же средства для волос какие-то, но обычно у меня это бывает для тела. Приехать куда-то, купить банку средства для тела, купить гейды для душа. И Ифраше отличный по поводу ухода за лицом. Когда я была последний раз в Киеве в Ифраше, и я вот как-то заинтересовалась, спросила, а что у вас из активов? Ну, время идет, все изменяется, может быть, у них что-то тоже появилось. Мне сказали, вы знаете, у нас активов нет, мы вообще вот как бы на растениях, и мы считаем, что вот это вот все, что у вас должно быть в уходе, все натуральное. Но это, мне кажется, не отменяет каких-то активов, тот же витамин С, как и другие антиоксиданты, более даже мощные есть, и фируловая кислота. Антиоксиданты, которые находятся в чернике, в асае, ягодах, в бодже, все это тоже может быть упаковано более мощно. Вот именно исходя из этого, я не считаю, что это очень эффективный бренд. Но я думаю, что они будут хорошо увлажнять, и просто какой-то общий такой уход. Я бы не сказала, что там много эффективного. Если вы хотите пользоваться этим уходом Ифраше, то просто добавляйте других брендов в какие-то активы. Но насколько я знаю, Ифраше есть какое-то отшелушивание, но опять же, оно не такое эффективное, не такое заметное, как в других брендах. У них немножко своя концепция. Может быть, я просто не так сильно знакома, но и не знакома именно как раз вот по этой причине. Следующий вопрос девушка задала про дневный уход и умывание. Я его уточнила, потому что было не совсем понятно. И вот в итоге вопрос был такой. И здесь такой вопрос о том, что девушка переживает, что слишком много раз умывается. На самом деле в умывании нет ничего плохого, и очищать кожу нужно минимум два раза в день. Потому что кожа что-то выделяет, это живой организм, то есть какие-то процессы. Все-таки это желательно убирать. В одной из книг, я не помню, кто это, по-моему, это была Хелина Рубинштейн, которая называла это Witcher's Brew. То есть вот это вот то, что кожа сварила и воспроизвела за ночь вместе с вашим уходом, все остальное, все это нужно смывать, если вы желаете новый уход нанести. Поэтому не надо бояться того, что вы два раза умываете. Если у вас плохая вода, как тут девушка пишет, то переживает. Вы можете делать с помощью салфеток. Я сейчас умываюсь гелями для умывания, кремами для умывания. Время немножко изменилось, и эти средства стали очень-очень достойными. Они не смывают липидно-защитный барьер. Все-таки к 2019 году и далее, то есть в конец 2018, 2019 и там дальше 2020 год, средства стали действительно более крутыми. Если кожа нежная, сухая, используйте бальзамы. Наносите бальзам на сухую кожу, смываете его салфеткой. В общем, bottom line здесь ничего страшного в умывании нет. Надо вам умываться три раза, умывается три раза. На вечернее умывание, когда оно у меня в два этапа, я считаю, как за одно умывание. Вечером обязательно я сначала использую что-то гидрофильное. Ответ на вопрос, как я отношусь к гидрофильным маслам? Отлично. Но они не все отличны, если честно. Опять же, сейчас очень классное время, когда очень многие бренды, очень многие средства подтянулись друг до друга. Европа, Америка дотягиваются до Азии с теми же гидрофильными маслами. Я была удивлена. Улюмины очень хорошее гидрофильное масло. Сейчас у меня Манио гидрофильное масло. У меня ультра-бленд от Lush для зоны век, потому что у меня чувствительные веки. Это отлично растворяет макияж в любую тушь и не тянет кожу. Тоже миллион раз об этом говорила. Вот мой all-time favorite. И второй раз гидрофильное масло и остатки нужно все-таки смыть. В общем, если у вас санскрин и если у вас макияж, умываемся два раза. Можно два раза с водой, можно два раза с салфеткой. Но я предпочитаю первый раз все-таки с водой вот это гидрофильное смыть, потому что грязь макияжа уходит вместе с водой, по крайней мере, большая часть. А уже потом можно даже вот дополнительно пройтись с салфеткой влажной после того, как вы смываете свое второе средство или использовать бальзам, потому что салфетка тоже дает дополнительное отшелушивание. В общем, если здесь есть какие-то вопросы по очищению, по умыванию, тоже вы их конкретно задавайте, потому что я очень много всего рассказывала, и, как мне кажется, из этого можно сделать уже систему, попробовать разные средства, потому что у вас бывают разные состояния кожи. И в зависимости от этого вам, может быть, действительно нужны разные средства для умывания. Я не говорю, что вам нужен целый арсенал, но, допустим, вам нужен гель и вам нужен какой-то бальзам-крем, допустим. И одно гидрофильное средство. Это тоже может быть масло, это может быть гидрофильный бальзам от того же The Body Shop. Практически в каждой стране это есть. И по цене это более доступно, чем Take the Day Off от Клиник, хотя, по сути, они практически одинаковые. В общем, здесь есть что попробовать и для себя что-то выбрать. Что вы советуете с витамином С? Может, раньше уже писали, просто не могу найти. Крем или сыворотку какой фирмы? У меня на сайте есть подборка. Хорошие средства витамином С, хорошее средство с ретинолом, хорошее средство с кислотами. И даже подборка таких рекомендованных брендов, с чего начать. Вот вы знакомитесь, вы не знаете, что хорошее, что не очень. Вот по средствам там краткое описание, кому подойдет, какая у него форма, как лучше использовать, с чем сочетать, с чем не сочетать. Естественно, что средств гораздо больше. И, ну, stay tuned, как говорится, я скоро буду делать обзоры на новые средства с витамином С и на новые ретиноиды. Поэтому какие-то новые еще вещи в свой арсенал сможете добавить. И вот те проверенные уже они есть. Юля, очень хотелось бы знать ваше мнение о средствах Medicate. Medicate я заказала. Там есть ограничения по доставке, поэтому сказала своей подруге в России. Как только мы с ней встретимся, я протестирую. Я обязательно расскажу. То есть в планах это есть, но, к сожалению, по времени не могу сказать, когда это случилось. Как вы относитесь к средствам, с кислотами и с белорусской косметики? Буквально вчера нашла одного блогера, который целой рутины показывает только из таких средств. Или все же нормальная формула должна стоить дороже? Слово нормальная и дороже, дешевле. Это очень относительные вещи. Часто и чаще всего, в общем-то, получается то же, за что платите. То есть вот средства в Дуодинере, у меня есть отдельные обзоры, и я, в общем-то, там об этом говорю, что вы заплатили немножко, и вот там вам немножко, один концентрированный ингредиент, ну и вот еще там парчик сопровождающих. То есть такие средства не всегда легко вписать в уход, подружить с другими средствами. В плане того, что что-то будет с чего-то скатываться, не очень удобная форма, какой-нибудь гиалуроновая кислота, слишком она крупная, вот эти вот остаются липко. Но это дешевая форма, не значит, что это нет ингредиента там, или что он какой-то плохой. Просто она не сбалансирована, и там не будет дополнительных ингредиентов, которые должны быть в вашем уходе. Все говорят, ой, надо витамин С. Вы берете дорогую формулу с витамином С, ну, давайте условно скажем, дорогой, вот дороже, чем вот, например, какая-то масс-маркет косметика, или вот, ну, предположим, белорусская косметика. Я не знаю, о чем конкретно говорим, поэтому сложно ориентироваться, и я эту косметику не пробовала, я не могу сказать, хорошая она или плохая. Сейчас я в итоге дойду, может быть, до украинской косметики, которую я попробовала. Чтобы как сравнение такое дать, да, дешевое, дорогое. Но когда вы берете дорогую формулу, например, вот из последнего пробовала витамин С, Лизбетар Д, там же будет не только витамин С, там же будут знаменитые керамиды, как минимум. И вся эта формула будет комплементарная. Вы получаете полноценную сыворотку с витамином С, который тоже достаточно активно там работает. В дешевом средстве вы получаете голый витамин С, который может сжечь кожу, который может вызвать раздражение из-за высокой концентрации, за которую, опять же, погнались. Либо для того, чтобы средство сделать более мягким и нежным, тоже небольшую концентрацию положили. В общем, мой опыт последний с украинской косметикой. Я показывала пару средств. Сыворотка с витамином, мультивитамином, и с неоциномидом. Ну, эффект, ну, видимо, надо очень долго ждать. Его вот так вот как-то незаметно. Не могу сказать, что средство вообще какое-то никакое, и что там ничего нет. Ну, наверное, раз в ингредиентах есть, оно есть. Но все это немножко такое посредственно, если честно. И если вам хочется более дешевую какую-то косметику иметь, без вопросов, я даже не говорю о том, что в каждом своем бюджете, там, давайте не будем друг друга шеи иметь, кто что может позволить. Я даже не об этом говорю, я говорю о том, что базово крем, базово какое-то умывание, какая-то, может быть, даже и сыворотка могут быть очень-очень дешевыми. Особенно крем последний. Но вложитесь в какую-то одну сыворотку или в какое-то одно средство более дорогого бренда. Сейчас даже Лореаль выпустил неплохой витамин С в тюбике. Это тоже уже не таких запредельных денег стоит. Просто нужно с умом к этому делу подходить. И дело не в том, что косметика произведена в Белоруссии, или что косметика произведена еще где-то, или что она сколько-то стоит. Должен быть в этом смысл. И по нынешним временам есть отдельная такая тема докторских брендов или брендов, за которыми стоит какая-то персона, типа той же Пола Беган, которая одна из первых это все начала. Это люди-энтузиасты, люди, которые свое имя за этим ставят, и их средства работают. Потому что они в своих клиниках, допустим, где-то это используют. Либо действительно много вкладывают в эти формулы. Это будет очень сильно отличаться от любой дешевой косметики. Но я так вот думаю, и в принципе там по тому же какому-то опыту, если у меня есть необходимость набрать уход на 2000 рублей, да, я пойду в русскую косметику, в белорусскую, и вообще никаких проблем в этом не увижу. Я просто там постараюсь взять самое эффективное, глядя на ингредиенты, тоже все это протестировать. Тоже не надо быть тем, кто все завешивает ярлычками. Это хороший вопрос от мужчины, между прочим, по делу. Если, допустим, у человека нет особых проблем с кожей, все в норме, или человек не понимает, что ему надо, вроде все хорошо, но что-то хочется улучшить, поддержать в общем смысле. Может ли вы посоветовать какие-то продукты, варианты ухода для профилактики. Но что-то более продвинутое, чем просто увлажнение, хотя это и очень важно. В общем, человек хочет что-то, что не навредит, но поддержит нормальное состояние кожи. Однозначно первое, что, мне кажется, всем пришло в голову, это антиоксиданты, потому что вот этот процесс оксидации происходит ежедневно. И весь этот стресс, который кожа каждый день вместе с вами переживает, это и не очень чистый воздух, много пыли, это тоже на лице оседает, особенно в больших городах. Именно поэтому я за то, чтобы носить хотя бы тонкий какой-то слой биби-крема, если вы можете, или санскрина, который также создает такую пленочку на лице. А вечером вы все это вместе с загрязнениями смыли. Первое, это, конечно, антиоксиданты. Естественно, это санскрин, который у нас, в общем-то, ничего не улучшает, но не дает тому, что есть, портиться. И если вы не хотите ничего испортить, то не нужно применять слишком агрессивные средства. Вот так бы я сказала. Не нужно умываться до скрипа. То есть даже если средств у вас немного, они все должны вам однозначно подходить. Потому что умывание нужно, его не пропускать. Особенно часто мужское умывание, оно бывает очень агрессивным. Здесь еще есть продолжение вопросов. Но первый ответ – это антиоксиданты и те формулы, которые чуть сложнее. Понятно, что вы получаете и увлажнение, но вы получаете что-то еще. Просто меняйте периодический уход, какой-то ваш крем, чтобы, может быть, в нем менялись ингредиенты. Сегодня вот так, завтра вот так. Но эти кремы будут все увлажняющими. Ну и так, если вам хочется какой-то базовый уход, есть тоже у меня видео о пяти базовых шагах в уходе, чтобы они были. Вот там на самом деле нет ничего такого перебористого. Тоже отшелушивание нежное, которое есть, оно просто будет помогать вашей коже быстрее обновляться. И если вы не будете брать запредельные какие-то концентрации кислот, то на самом деле ничего не произойдет. Нехорошего будет только видеть позитивный результат и лучшую работу последующего ухода. И дальше тут продолжается вопрос, чем может оказаться вредным излишнее увлажнение питания кожи, как хорошая ухоженная кожа должна выглядеть вообще. Но излишнее вредное увлажнение питания, понятно, что ничем хорошим вам не грозит. По поводу увлажнения лишнего, такое может произойти, если кожу перегружать этими окклюзивами сверху, такой эффект парничка, и кожа становится более такой рыхлой. Когда вы долго сидите в ванной, вот на пальцах там происходит такое скукоживание, кожа становится более рыхлой, более мягкой, она больше в себя пропускает всяких микробов, всякой дряни, она хуже удерживает влагу. В общем, перебор с гиалуроновой кислотой это тоже не очень хорошо. По поводу питания мы говорим уже о более жирных и плотных средствах. Это может грозить закупориванием. Пор, черными точками, воспалениями, тем, что кожа будет просто выглядеть там жирной. В общем, эстетически и практически это все будет не очень. В общем, грозит. Будет нехорошо. И когда вы с чем-то перебираете, вы просто естественный баланс нарушаете, там иммунитет страдает. Я думаю, что не нужно дальше говорить, почему это не очень хорошо. И вот как должна выглядеть ухоженная кожа, как она на ощупь ощущается, и вообще откуда я узнаю, что у меня отпускает цвет лица. Я делю кожу на два типа. Первый тип кожи – это который вам нравится, и второй тип кожи, который вам не нравится. И когда вы вот видите что-то не то, кожа не нравится, вам нужно определить, что конкретно во втором типе кожи вам не нравится. Вот выбрать эту цель и как бы с ней работать. То есть если вам кажется, что у вас цвет лица норм, это значит, что все в порядке. Потому что есть 10 человек, вы спросите у них, как вам мой цвет лица, они до этого даже не думали, вроде бы все в порядке было. Тут начинают переглядываться, но раз он спрашивает, наверное, что-то не то. В общем, всегда это какое-то субъективное ощущение по поводу цвета лица и бледности и всего остального. Просто добавьте витамин С в свой уход. Вот тусклый, там, бледный цвет лица. Антиоксиданты, они хорошенечко убирают. Кислород можете добавить тоже, какие-нибудь сыворотки с кислородом, бустеры. И просто увидите, как было до и как было после, изменилось или нет. Ну, если изменилось, значит, цвет лица стал лучше. Как должна хорошо кожа выглядеть, тоже как бы ваш. Кол. Некоторые считают, что кожа должна быть суперматированной. Некоторые считают, что жирная кожа это нормально, ничего страшного. Я считаю, что какая кожа у вас есть и какая вас устраивает, такая кожа и прекрасна. Потому что нормальная кожа должна просто не шелушиться, не быть слишком сухой, не быть слишком избыточно жирной. Избыточно жирной я имею в виду, что она будет уже грязная, она будет неровная, забитые поры, это воспаление. Если кожа блестит, то есть на ней есть какой-то там жирный блеск, какой-то натуральный и естественный. Естественно, это жир, защита кожи. Мне кажется, что это нормально. Мы живые люди и матовая кожа будет после того, как человек умрет. Здесь я сделаю стоп, потому что вопросов очень много и я, как видите, достаточно объемно стараюсь на них ответить и то стараюсь сокращать. Остальные вопросы мы тогда в следующем видео с вами обсудим. Либо, может быть, я буду делать какие-то короткие видео и просто там даже без приветствия и окончания запускать как ответ на какие-то вопросы. Спасибо всем, кто задавал вопросы и мы с вами увидимся в следующем видео. Будьте разумными в вашем уходе. Всем пока!